Пришло время еще для одного совета по джапе. 108-й совет по джапе. На самом деле, в этих роликах я даю много советов по джапе. Не знаю, было ли уже 108 советов. Но вот еще один, который может вам помочь, когда вы находитесь, как я это называю, в мертвой зоне джапы, когда вам не хочется воспевать, у вас нет энергии, вы предпочли бы заниматься чем-то другим, и у вас нет вкуса. И такое ощущение, что святое имя вам надоело. У меня есть кое-что для вас. Инструмент для опытных пользователей, который поможет вам справиться с этими трудностями. Частичная проблема заключается в том, что во время воспевания мы попадаем в мертвую зону джапы, из-за чего вы как бы чувствуете себя мертвым, то есть святое имя не живет в вашем сердце. Столкнувшись с этим, мы ничего не чувствуем, не ощущаем вкуса, не чувствуем пхавы прямо сейчас. На самом деле, я чувствую, что мне немного скучно. И даже не немного, а в высшей степени скучно. И я просто… Я с большим трудом произношу эти мантры. Мой ум мечется в 20 направлениях, хотя есть всего 10 направлений. Кришна защищает 10 сторон света. Так что мой ум мечется во все стороны. Дела идут неважно. И я думаю, воспевать так трудно, и у меня нет вкуса. Что же делать? Совет для опытных пользователей номер 108 о том, что же делать. Воспевание – это не о том, становитесь ли вы от этого счастливыми или нет, ощущаете ли пхаву или нет. Речь совсем не о том. Ашлишява падратам пинаштумам. Речь о том, доволен ли Кришна. Итак, когда наступает такой момент, просто подумайте. Когда я воспеваю, тут речь не обо мне. Воспевание – это для удовлетворения Кришны. Поэтому попробую-ка я воспевать для Его удовольствия. Посмотрим, что из этого получится. Ощущаю я вкус или нет. Это неважно. Просто посмотрим, что произойдет, если я буду воспевать для удовлетворения Кришны. Итак, мы останавливаемся, все переосмысливаем и затем думаем. Тут речь не обо мне. Я просто воспеваю для Кришны. Харея Кришна, Харея Кришна. Я пытаюсь удовлетворить Кришну. Кришне нравится слышать свое имя. И я буду воспевать Его имя как можно искреннее. Харея Кришна, Харея Кришна. Это для твоего удовлетворения, Кришна. Иногда мы это делаем, когда воспеваем перед Божеством. Вы можете представить, что Кришна здесь слушает ваше воспевание. Харея Кришна, Харея Кришна, для твоего удовлетворения. Что же происходит, когда вы удовлетворяете Кришну? Да, вы уже знаете, что происходит. А что бывает, когда вы пытаетесь удовлетворить себя? Вы уже знаете, что происходит при этом. И когда наступает этот момент, я не чувствую импульса к воспеванию, потому что не ощущаю вкуса. Остановитесь и подумайте. «Я буду воспевать ради удовлетворения Кришны». И тогда всё поменяется. Потому что когда вы делаете что-то для удовольствия Кришны, вам становится легче, появляется больше вкуса. И уже не возникает вопроса о том, нуждаюсь ли я в удовлетворении или нет. Пока я могу доставлять удовольствие Кришне, я счастлив. Вот что означает чистая бхакти. Зачастую, когда мы переключаемся и пребываем в настроении, что я просто сделаю это для удовлетворения Кришны, вот тогда, бинго, у меня есть вкус к Святому Имени. Мы — слуги Святого Имени. Мы не наслаждающиеся. И поэтому, когда мы служим Святому Имени, мы ощущаем вкус Святого Имени. Итак, секрет номер 108 для опытных пользователей был сегодня раскрыт для вас. Всякий раз, попадая в мёртвую зону Джаппы, вспоминайте этот метод и посмотрите, сможет ли он помочь. Обещаю вам, что он поможет. Субтитры создавал DimaTorzok